Всем большой привет, меня зовут Ангелина, я безумно рада видеть вас у себя на канале. Вы смотрите мой челлендж Апокалипсис, у нас с вами первый сезон и 14 серия. Всем добро пожаловать, мы с вами продолжаем на том же месте, на котором мы остановились в прошлый раз. У нас среда, практически 5 часов вечера, да, наш маршал наконец-таки кое-как дополз домой. Сейчас, как вы можете заметить, он отдыхает. Я хочу, чтобы он хотя бы немножечко поспал, может быть догнался до жёлтенького. И после этого я отправлю его, чтобы он пообщался у меня с Джулией, как обычно. Да, он уже теперь может с ней спокойно общаться, потому что она у нас потеряла свою звезду. Да, я думаю, что, конечно же, он поможет ей выполнить её ежедневное рабочее задание, чтобы она поруководила фитнесом. И также ему самому нужно выполнять дружелюбные действия для того, чтобы хорошо повыситься, в общем-то, чтобы хорошо продвигаться на работе и получить, возможно, повышение. Кстати, вполне себе возможно, что это нам светит уже аж завтра, потому что вот такая вот у нас продуктивность. И я очень сильно надеюсь, что нам дадут наш четвёртый уровень, потому что надо. Потому что надо, и я уже прямо сейчас очень сильно этого всего хочу. Да, у нас очень просто невероятно здесь красиво. Вот такие вот виды просто шикарные, потрясающие я вам показываю. Вот, смотрите, пожалуйста, какая красота. Да, вот, наслаждайтесь, дорогие мои друзья. Вот, апокалипсис в Сулане, он, конечно, может быть тяжеловатый, но красивый, очень красивый. Да, так что, э, алло, ты куда, барышня? Плавать, господи, вот глаз да глаз и тобой нужен, боже мой, хотела посмотреть на закат. А представляете, если бы у нас уже был комендантский час, это всё, это всё. Пиши, пропало, минус 10 тысяч ещё. Ужас, а ну-ка быстро давай, иди сюда. Джулия, ты так не пугай меня больше, ты что? Я уже думала, она опять кого-то там учуяла, увидела и шпырнула к нему. Ужасы, ужасы, вообще страшно. Так, ребят, мне пришлось перезайти в игру, потому что моя программа для записи видео почему-то начала отказываться это делать. Начала отказываться записывать видео, ругалась на меня, что, в общем-то, что-то не так. Так, и да, у нас тут дополнительная еда. Ага, к нам пришла дополнительная еда. Ну, знаете, я думаю, что... Кстати, у нас Джулия спит, я отправила её пока что поспать. Кстати, она Маршалу приготовила как раз-таки свежей еды. Не знаю даже, выходить с ними, здороваться или нет. Слушай, Маршал, ну иди, давай, иди, поздоровайся, действительно. Поблагодарим давай за посещение, вот. И ещё заодно с Хельги познакомишься. Давай поприветствуем дружески. Тебе же всё равно надо обаяние прокачивать, хотя... Хотя я не знаю, как ты у меня что прокачаешь, потому что у тебя напряженное состояние. Вот, а в этом плане обаяние будет очень тяжело прокачиваться. Ну, не знаю, попробуй поговорить про тёплую погоду вообще, да. Скажи спасибо за то, что пришли, за то, что угощаете. Ну да, вот муж сказал, что надо бы вас ещё угостить. Ну да, знаете, вот с тех пор, как мы переехали в новый дом, наконец-таки у меня появилась возможность заниматься моим любимым делом, готовить. И это так прекрасно, и я решила, почему бы действительно не поделиться ещё с нашими милыми соседями. Да, как вы можете заметить, муж у меня просто душка. Вам просто невероятно повезло, что мы стали вашими соседями. И, да, нескромная эта девушка, я тебя поняла. Давай тогда ещё раз ещё и Хельку поблагодарим за посещение, за еду. Так, ребят, ну что, Маршалл у нас сейчас спит. Я отправила его немножечко поспать, чтобы он себя не так плохо чувствовал. Да, с горем пополам, кое-как мы всё-таки докачали обаяние до четвёртого уровня. Вот, вместе с соседями общаясь, и общаясь вместе с Джулией. Вот, то есть все рабочие задания у Маршалла мы выполнили, потому что у него это было дружелюбное действие. У Джулии нет, у неё там руководитель обучения фитнеса мы не выполнили, потому что Маршалл убитый очень. Вот, но я опять-таки забыла, что она у меня сегодня не работает. Вот, у неё сегодня выходной. Вот, поэтому, да, она у меня будет дома сегодня целый день, наверное, по хозяйству, я даже не знаю. Я её отправила вздремнуть на лавочку, вот, но она у меня, так знаете, вот, будет чем-то вот таким вот заниматься. Если что-то испортилось, то она уберёт это. Ну, в общем-то, да, будет присматривать за порядком дома. Может быть, познакомится сегодня с кем-нибудь новеньким, кто знает. Вот, да, я надеюсь, что не собралась далеко у меня уходить, не надо, пожалуйста, этого делать, вот. Потому что у нас комендантский час как бы действует, и это может быть опасно. И, да, пока Джулия у меня чинит раковину, в общем-то, набирает себе ещё и навык механики, то Маршалл у меня играет в шахматы, да, я говорю, играет в шахматы. Алло, ну-ка давай играть, давай играй с тобой в шахматы, чтобы хоть как-то поднять досуг. Вот, мы успели до такого уровня только помыть ручки, я не стала его отправлять к водопаду, потому что всё-таки до него далековато бежать, и я боюсь, что потом он может просто-напросто опоздать на работу, потому что вот от водопада он будет пилярить аж вот сюда, да. Он уже ходил у меня от водопада на работу, и это вот именно такими вот было окольными путями непонятными. А если бы он будет прямо уходить из дома, то это будет всё-таки получше и побыстрее. Вот, так, ты хочешь пообщаться с Джулией, но можешь, кстати, да, с ней поболтать, я думаю, почему бы и нет, и заодно попрокачивать свои обаяния. Кстати, у тебя появились какие-то новые действия, мне интересно. Вот, нет, у нас попричневый мистик есть, поднять настроение и хвалить наряд. Ничего новенького не появилось. Вот, ну в принципе ладно, значит, будем обходиться тем, что есть. Так, ну всё, ребят, у нас Маршал только что отправился на работу, я уже дала ему действие, вот, как вы можете заметить, упорно работать. Вот, Джулия у нас осталась одна, в телефоне ковыряться нельзя, ну-ка быстро перестань. Да, перестань этим заниматься. И я не знаю на самом-то деле, вот чем заняться сейчас нашей Джулией. Вот, в принципе, она могла бы, наверное, постирать. Но просто у неё все нужды в прекрасном состоянии. Вот, и в принципе, и в принципе, даже не знаю. Вот это у нас, конечно, не выполнено. Можно было бы попробовать кого-то выцепить. Кстати, у нас сегодня погода, да, у нас сегодня облачно и прохладно. Я потому что смотрю, что остров выглядит по-другому. Да, это сразу видно, когда такое что-то происходит. Мы могли бы кого-нибудь, в принципе, попробовать выцепить. Выцепить, каким-нибудь макарм заманить к себе домой. Вот, и попробовать всё-таки сподвигнуть на то, чтобы кто-нибудь стал к нашей груши. И мы бы тогда могли руководить обучением фитнесу. Потому что вот Ксю мне писала, что всё-таки, несмотря на то, что у меня ничего не получилось, но всё равно Симы, если им советовать физические упражнения, то вот у неё в игре такое было, что некоторые даже сразу с первого раза становились игрушем. Слушайте, у нас тут Барбара Престон. Кстати, она родила недавно, мне писала в уведомлениях командного центра, мне это высвечивалось. Я думаю, что мы могли бы с ней пообщаться. Скажи, Барбара, привет, я так давно тебя не видела. Так, что это вылечится с помощью лекарства? Ты заболела, что ли, у меня? Ой, палец прищемила. А, в бреду. Ой, эти звёзды совсем неплохо, только если они не сыпятся из ваших глаз. Бедняжечка моя, всё-таки заболела. У меня Джулия. Да, Барбара у нас говорит. Боже мой, Джулия, неужели это ты? Я так давно тебя не видела, я так переживала. Я тут слышала, что у тебя в доме кое-кто поселился, да? Неужели это всё правда, скажи мне? Ну да, а ты откуда знаешь? Так, ты куда собралась? Ну-ка иди сюда, женщина, ну-ка иди сюда. Подожди, я надеюсь, ты в воду не собираешься заходить? Ну-ка перестань, ну-ка перестань ко мне вот этим вот заниматься. Да, давай просто поговорим с Барбарой. Я, конечно, понимаю, что ты в бреду, но это не даёт тебе никакого права заходить в воду. Так что да, пожалуйста, давай без этих всяких... Без вот этих выкрутасов, дорогая моя. Пока наша Джулия ждёт Маршала, она решила вспомнить молодость и немножечко тут позаниматься сама с грушей, да? Чтобы вдруг ничего не забить, я думаю... Не забить, я говорю, не с тобой вдруг ничего не забыть. Я думаю, что она у нас человек, которому постоянно нужна поддержка физической активности, поэтому она у нас приготовила тут гамбургеры. Да, и сейчас бутсает грушу, и ура, ура! Господи, Макинтон, что ты в таком отвратительном состоянии, ну ты принёс мне повышение! Слушай, спасибо! Спасибо тебе за это огромное! Теперь он у нас оперативный сотрудник, вот так вот. Слушайте, мне кажется, что это прям очень круто, да? Маршал у нас опять в непонимании просто, да что происходит? Да почему я так убиваюсь на этой работе? Джулии хоть бы хны, а я что? А я бы так хотел посмотреть чего-нибудь. Может быть, какой-нибудь фильм или ещё что-нибудь. Я не знаю, вообще в этом мире хоть что-нибудь такое существует. Нет, дорогой мой, пока что ничего такого не существует, пока мы не закроем определённую карьеру. Слушайте, мне очень нравится то, что у меня сейчас на экране происходит, конечно. Это очень забавно. Ты молодец. Ты просто умничек у меня. Слушай, я не знаю, конечно, доберёшься ты у меня до водопада или нет, но попробуй, потому что руки ты будешь отбывать очень долго, а в водопаде ты можешь... О, о, чё себе. Ну, давай мы, пожалуйста, пока что просто с тобой попробуем принять душ. Джулия у меня продолжает болеть. Слушайте, обалдеть. У меня почему-то симы, вот, кстати, в апике, очень часто болеют. Буквально каждый день у них какая-то новая болячка. У Джулии, вот, у неё постоянно головокружение, я заметила. Боже мой, она же всё покрылась этими спиральками. Это, конечно, вообще кошмар, бедняжечка моя. Маршал у меня очень часто страдает от ветров и смешков. Вот. Ну, и вообще от самых разных болячек. Ещё зуд у него был, точно помню. Ну, в общем, как-то у меня, видимо, отравленный остров даёт о себе знать, потому что реально симы у меня сейчас болеют каждый просто день. Это, конечно, странно. Ну, да, кстати, ребят, что я вам хотела ещё показать, то, что у нас с Маршалом, судя по всему, поменялось расписание, потому что, смотрите, у нас аж три выходных сейчас. Это, конечно, совсем нам не на руку, потому что... Ну, совсем. Совсем нам не на руку. У нас всего лишь мы только-только достигли четвёртого уровня. И аж в понедельник мы только пойдём с Маршалом на работу. И теперь у нас получается полная смена караула, потому что как раз-таки у Джулии все эти три дня рабочие, и даже четыре дня вот у неё следующие рабочих, а у Маршала три дня выходных. Вот. Ну, в принципе, я думаю, что это очень даже неплохо. Я найду точно ему чем заняться, потому что у нас теперь он может заниматься и за шахматами, и за грушей, и может просто вылавливать каких-нибудь симов, пока у нас день пока не действует, комендантский час, и на них как-нибудь отрабатывать обаяние. Да, как раз-таки, учитывая то, что у нас выходные, то он может вот как раз не спешить просмотреть базу данных разведки. Опять задание. Ну, хорошо. Он у меня может спокойно выспаться, и, соответственно, он будет чувствовать себя хорошо, он будет чувствовать себя счастливым, и поэтому обаяние должно у нас пойти чуть легче. Вот. И я, конечно же, всё-таки постараюсь сделать упор именно на этот навык, потому что нам нужен аж восьмой уровень обаяния. Вот. И как мы уже могли заметить, это всё достигается довольно-таки тяжеловато. Так, ну что. Я думаю, что, в принципе, уже Маршала можно будить. Да, у нас пятница, практически пол первого ночи, и я думаю, что это тот самый момент, когда можно проснуться, поискать совет для разведки. Слушай, я, конечно, понимаю, что ты хочешь как лучше, но давай вот без этого. Да, и Джулия у нас стоит в купальнике, на самом-то деле, потому что я ничего не нарушала. Комендантский час не был нарушен, она не ходила ни плавать, ничего, но хотела. Но хотела. Я её отправила немножечко поспать рядом с Маршалом, и тут она как вскочила, как появилось у неё здесь действие плавать, и шух, она быстро переоделась, уже хотела бежать, но я вовремя её, конечно же, остановила, потому что Джулия не надо. Джулия, я очень сильно тебя прошу, не надо этого делать. Так, всё, давай, иди сюда, и будешь сейчас у меня заниматься боксом, а Джулия пороководит тобой. Так, ребят, у нас пока что Маршал в уверенном состоянии, я считаю, что это просто... что это просто замечательно, просто для того, чтобы прокачивать обаяние, поэтому я думаю, что мы сейчас над Джулией как раз будем тренироваться, да? Вот, Джулия изо всех сил пытается нас развлечь, чувствует, что Маршал себя не очень комфортно чувствует, поэтому она им рассказывает анекдоты один за другим. Вот, наш милашка-бояшка, да. Отлично, что это такое? Проявить нежность. Боже мой, какой ты у меня хорошенький. И вообще, вот смотрите, а её всё так и тянет поплавать. Ну, Джулия у нас такая немножко, знаете, сорви голова, поэтому у неё как бы, да, у неё как бы бывает... Вот, скажи, милая, слушай, ты заставляешь меня улыбаться. Ты у меня такая хорошая, такая замечательная. Скажи. Ой, ну мне, конечно, безумно приятно, да. Ой, как макинтош, заливаешь всё, заливаешь, а когда же ты у меня детей уже подаешь? Я даже, я не знаю. Да совсем скоро уже, Джулия. Ну, совсем уже скоро, ну, подожди, ну, потяпи. Так, ребят, я просто не могу вам не показать этот момент. У нас карточка шанса, непростая вот такая особенно, называется Мисс Вселенная. У агента студии Plumbob Pictures есть информация о новом реалити-шоу Мечи и Гандели, в котором 10 культуристов и 10 профессиональных баскетболистов поборются за звание лучшего спортсмена в различных спортивных мероприятиях. Продюсеры в панике. Один из культуристов потянул паховую мышцу во время съёмок первого эпизода, и им необходимо быстро найти замену. Если Джулия даст агенту взятку, ей гарантировано место на съёмочной площадке. Хочет Джулия стать звездой реалити-шоу или нет? Вот, слушайте, вот то, что взятка, мне, конечно, это не нравится. У нас тут, в общем-то, может быть, два исхода. Это либо Джулия обретает известность и получит повышение на работе, либо Джулия потеряет деньги, потраченные на взятку. Ну, слушайте, у нас же не написано, что здесь понижение или увольнение. Оттуда отказаться от предложения жизнь персонажа по имени Джулии не изменится. Вообще, Джулия у нас очень честная девочка, но, ребята, это повышение. Поэтому, мне кажется, что в условиях апокалипсиса, мне кажется, что в условиях апокалипсиса она всё-таки подумает о том, что она хочет поскорее закрыть свою карьеру. Слушайте, реально, я не знаю, чем для нас это обернётся. У нас не так-то и денег много, на самом-то деле, чтобы там какие-то взятки давать. У нас их вообще практически нет. Ладно, давайте попробуем принять участие. Да ладно, неужели получилось? Офигеть! Офигеть, ребята! У нас, несмотря на то, что у нас это, блин, слава опять набралась, да? Мы знаменитости с одной звездой, но у нас повышение, ребята! Мы знаменитые культуристы! У нас Джулия уже на девятом уровне! Господи, ребята! Это... Слушайте, это так круто! Народный чемпион! Джулия Купальца в славе, боже мой! Обалдеть! В воскресенье у нас выходной, и у Маршала воскресенье выходной. Слушайте, это так клёво! Я не знаю, я не знаю, нет, в воскресенье, наверное, детей всё-таки делать рано. Это получается, если мы попробуем это сделать в воскресенье ночью, то в понедельник она узнает, что беременна ночью, во вторник будет, получается второй триместр, в среду третий. Слушайте, а может быть попробовать, кстати, ребят, как вы относитесь к тому? Я просто думаю, что в среду мы должны закрыть нашу карьеру, потому что у нас впереди три рабочих дня. Это получается... Хотя у нас сегодня, на самом-то деле, мы только-только сходили на работу. Вот, у нас вообще, по сути, только начался рабочий день, мы до 15 часов сегодня на работе. Да, да, мы получили повышение, господи, это так круто! Я безумно рада, надеюсь, что вы тоже. В общем-то, у нас получается сегодня рабочий день полноценный, завтра, в понедельник, еще и в среду. Слушайте, мне кажется, что мы могли бы уже в это воскресенье попробовать зачать ребенка, потому что, потому что, в принципе, она же должна у нас тогда, получается, родить либо в среду, либо в четверг. Я не знаю, но мне кажется, что в среду мы точно должны получить наш десятый уровень. Напишите мне, что вы думаете об этом, пожалуйста, мне очень будет интересно. Так, ребята, у нас Джулия вернулась только что с работы. Да, я почему-то думала, что мы работаем до 15, но это, наверное, все-таки по старому расписанию нас вернули в 2 часа дня. Вот, это расписание у нас еще сегодня пока что не работает. Кстати, посмотрите, мы очень хорошо получили сегодня денежек, поэтому я считаю, что мы вполне можем еще раз в общем-то вот эту всю сумму спустить на то, чтобы расплатиться с нашим долгом в 10 тысяч. Ну как, не полностью, конечно, расплатиться, но хотя бы отчасти. Джулия у нас просто в прекрасном настроении. Вот это сегодня денек, конечно, по-моему. по-моему, я бы смогла. Да, однозначно. Однозначно я смогла. Ты просто звезда моя дорогая. Да, я очень сильно за тебя счастлива. Ты у меня молодец. И да, давайте мы вычтем деньги кодом. У нас получается 2,715, да? Да, отлично, 2,715. Сейчас я себе это, сейчас я себе это запомню. 8,231. 8,231 минус 2,700 минус 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 сейчас минус 2,715 у нас остается 5516 симолеонов. прекрасно. Три девицы под окном ловили рыбку вечерком. Вы просто посмотрите на этот цветник вообще. У нас тут Кенли Гудсон, у нас тут Кассандра Харрис новая симочка, кстати, вот, ни разу еще у нас не проходила, очень симпатичная. И еще одна симочка у нас тут тоже новая совсем, это Ивон Блум. Вот, посмотрите, какие у нас тут местные колориты, ну, конечно, очень-очень худенькие, но очень-очень симпатичные. Кстати, вот они между собой как-то похожи, вы случайно, вы случайно не родственницы, не знаю даже. Вот, ну, очень-очень, конечно, любопытная картина, я издалека их заметила, решила вам показать, потому что реально девчонки огонь. Девчонки огонь, да, но занимаются совсем плохим делом, которым в Амакалипсисе, конечно же, заниматься нельзя. Ну, нам так точно, нам так точно этого не светит в ближайшее время. Так, Маршалл у меня наконец-таки начал себя хорошо чувствовать, у него впервые за очень долгое время нет отрицательных мудлетов. Так, кто это тут? Ага, Бобби назвал фоктель-бар, но потом резко передумал. И да, в общем-то, я наконец-таки посадила Маршала за шахматы, и он у меня во внимательном состоянии, я думаю, что он мне должен справиться тут, в общем-то, неплохо. Со своим навыком логики, я покормируюсь на это надеюсь, потому что он у нас пока что только четвертого уровня, вот, а нам нужно будет вообще десятый, десятый уровень навыки логики, поэтому это, конечно, да, это, конечно, опасно. Слушай, вот к тебе тут Джулия подсела, давай мы, наверное, с ней пообщаемся, да, заодно, попрокачиваем еще себе обаяние, вот, это никогда не бывает лишним, вот, и Джулия у нас сейчас говорит, слушай, Маршал, сегодня вообще такой просто сумасшедший день, ты представляешь, мне сегодня опять дали повышение, да, ничего себе, слушай, дорогая, ты просто молодец, солнышко, я безумно рада тебе, ты этого заслуживаешь, и я вообще считаю, что такой, такой прекрасной девушке только за одну твою улыбку, они должны были давным-давно уже дать вообще самый-самый свой максимально высокий пост. просто, ой, ну ты мне льстишь просто, ну да, он тебе льстит, конечно, он специально это делает, потому что ему нужно обаяние, вот, давай еще наряд похвалим, как вариант. так, ребят, пока у нас маршал сидит на унитазе, у нас на самом-то деле началась гроза, и как вы можете заметить, у нас уже есть первые следы от грозы, и это редкий агат, слушайтесь, от 80 миллионов, вот, но, насколько я знаю, мы не имеем права подбирать вот эти штучки, вот, и вроде как, вроде как он должен вообще вот так вот просто здесь лежать, или как, я, если честно, точно, я сейчас вам этот момент не скажу, не озвучу, вот, Джулия, ты аккуратно, заходи, пожалуйста, скорее в дом, да, мы маршала потренировали, как советовала Трис, до тех пор, пока он не сдохнет, пока он вообще не откажется абсолютно заниматься спортом дальше, и вот такие вот у нас на данный момент дела, вот такие вот у нас навыки, фитнес почти седьмой уровень, к сожалению, мы так до седьмого и не дошли, обаяние почти пятый, и логика, пятый, да, вот такие вот у нас пока что дела, вот, тут у нас пока что для работы требуется по третьему уровню логики обаяния, поэтому, в принципе, надежды есть, вроде пока что успеваем, и это, конечно же, хорошо, так, никаких телефонов, да, вот, как вы можете заметить, у нас гроза, у нас гроза, вот, можно посмотреть на Сулайне во время грозы, во всей красе, наконец-таки мы с вами дождались этого момента, так, котел у нас присоединится к игре, ну, Маршал уже не играет больше, вот, вот такие вот у нас на Сулайне шарашит гроза, на самом-то деле эпичное зрелище, еще учитывая то, что у нас ночь, и вообще все так темного, темного, а Джулия радуется, как здорово, гроза, хо-хо, Джулия счастлива, когда на улице бушует гроза, просто прелесть, просто прелесть, по-моему, да, вот, я очень счастлива, что у нас ударило куда-то сюда, не в дом, кстати, вообще, я вот не в курсе, может ли оно куда-то у нас ударить, например, вот, например, вот в эту штучку, или, например, в мусорку, и чтобы она загорелась, потому что я помню, в 72 один раз гроза ударила у меня в куст, который возле дома, и он загорелся и спалил буквально пол хаты, я серьезно, вот, а еще, учитывая то, что в этой семье у меня были растаманы, им совершенно категорически нельзя приближаться к огню, потому что они начинают просто с невероятной скоростью высыхать там, в общем, это был еще тот эпик на самом-то деле. Так, ребят, ну что, у нас Джулия отправляется на работу, вот, и я тут дала ей немножечко перекусить кокосиками, да, чтобы она подняла себе питание, в общем-то, у нее хорошие нужды, как всегда, все выполнено, вроде как, все должно быть замечательно, фу, да, давайте вместе, вместе пожелаем ей удачи, чтобы она хорошо прокачалась на своей работе, вот, и да, конечно же, конечно же, упорно работать, конечно же, как же без этого, так, Маршал, что у тебя, что у тебя, ну давай, давай, что-то спайся, да, кстати, ребят, я тут словила, в общем-то, я только-только обрадовалась, что уже совсем скоро я распрощаюсь с долгом за нарушение за кокосы, как тут же я словила себя за еще одним нарушением, я думаю, вы тоже меня за этим словили, я ж, я ж привыкла, то, что Джулия у меня уже потеряла свою известность, да, а она-то ее нифига не потеряла, а я Маршалом прокачивала обаяние вместе с ним, соответственно, я от лица Маршала по отношению к Джули выполняла действия, это какая-то жесть, если честно, это какая-то жесть, у меня первое поколение, это уже второе нарушение у меня, вот, это значит, что вместо того, чтобы, вместо того, чтобы у нас осталось выплатить всего лишь 5516 символионов, у нас будет на 10 тысяч больше, 15516 символионов, ребята, я каюсь, каюсь, извиняюсь, это очень плохо, я просто вообще какая-то сегодня, не знаю, я сегодня какая-то несобранная, вот, еще Джулия с этим повышением пришла, я вообще была просто вне себя от радости, и все, я потеряла абсолютно голову, мне правда, мне правда очень стыдно перед вами, серьезно, я вот действительно чувствую себя виноватой, я чувствую, что, я чувствую, что вам вообще скоро уже перестанет интересно смотреть на такой апокалипсис, потому что, потому что я прекрасно понимаю, что неинтересно абсолютно наблюдать за человеком, который постоянно что-то нарушает, постоянно что-то забывает, вот, я попытаюсь исправиться, да, и мне очень стыдно, потому что это, не знаете, ни какое-то там, не знаю, четвертое поколение, пятое, когда вот уже, ты такой, открыть зонтик, а, все, боже мой, я уже испугалась, когда ты такой, знаешь, уже матерый апокалиптик, когда ты уже прошел много чего, и знаешь, ну вот, чисто забыл, вот просто вот по-человечески забыл, а у меня первое поколение, у меня первое поколение, самое-самое, его начало, это уже второе нарушение, и я просто сама себя в шоке, и, ну, честно, вот честно и откровенно, я очень с ним расстроилась, и мне самой абсолютно неприятна вся эта ситуация, вот, я надеюсь, что, я очень буду надеяться, что вы меня это простите, у нас, кстати, опять начались грозы, слушайте, ну это прикольно, ну это прикольно, довольно-таки, так, открыть зонтик, да, он тебе не поможет, ты стоишь прям под водой, успокойся, вот, у нас с вами грозы, и это очень символично, потому что у меня на душе тоже грустно, потому что близкие второе нарушение, за столько-то серий, всего лишь 14 серия у нас, гляньте, кто идет, гляньте, кто идет, слушай, Джулия сейчас на работе, мне так жаль, не сможешь с ней никак пообщаться, вот, бедный август, наверное, думает, боже мой, опять эти грозы, как мне вот здесь подходить, да хоть бы зонтик выдали, хоть бы что, почтаген, что ли человек, по их мнению, или как, слушай, мяшечка ты мой, я желаю тебе удачи, я, кстати, очень надеюсь, что в конце устроить мы еще на жизнь, по крайней мере, мне больше всего этого хотелось, вот, посмотрим, как оно, конечно, получится, да, и опять-таки, ребят, я очень, очень сильно перед вами извиняюсь, прошу прощения, я надеюсь на ваше понимание, надеюсь на то, что вы меня простите, вот, и то, что вы останетесь со мной, да, я очень такой, я очень плохой апокалиптик, каюсь, 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 вот, да, я, наверное, пока что опять удалюсь, и включусь, когда наша Джулия придет с работы, так, ну что, ребята, вот пришла наша звезда, наша звезда, блин, с твоей славой дурной, из-за которой я нарушила правила, боже, какой кошмар, пришла наша звезда домой, да, вот такая вот у нас продуктивность, и я, наверное, все-таки не буду завтра, маршалу и Джулии, в общем-то, не буду с ними пробовать изучать ребенка, потому что мы двигаемся очень медленно, прямо-таки супер медленно, по-моему, вот мы, по-моему, мы вот здесь вот были, в предыдущей серии, и то есть мы буквально наполовину вот этого вот деления продвинулись, то, если не меньше, не знаю, как оно сейчас насчитывается, если честно, но я смотрю, что в среду мы, кстати, можем, мы можем в среду и не получить наш десятый уровень, а в этом случае Джулия у нас как бы родит, и что? И что дальше? И что дальше? У нас не с кем будет сидеть ребенку, и нет, я нарушение еще одной себе точно не хочу, вот, поэтому, не знаю, посмотрим, как, наверное, дела будут в понедельник, и может быть, тогда во вторник мы попробуем это сделать, ей-богу, не знаю, вот, потому что мы, конечно, двигаемся медленно, ну, скажи, Ангелина, много хочешь, много хочешь, мало получишь. Да, Джулия говорит мне, привет, милый, ну что, как твои дела, ты опять за шахматами? Ну да, только что ты сегодня у меня, знаешь, таксяк идет, как-то не очень, если честно. Это потому, что ты не поел, вот ничего, вот сейчас я тебе приготовлю, и все будет замечательно, даже не сомневайся. Кстати, мы же там белье, мы же там белье не достирали, мы же там до сих пор белье не достирали, ношеная, мокрая, я вспомнила, господи, боже, давай тогда оставить рядом, нет, ладно, ты у меня внимательный, ну, ладно, значит, это Джулия позанимается, вот, как бы мне это запомнить, что ему с женой-то нельзя сейчас разговаривать, потому что у нас вот эта вот слава, и она нормально, кстати, так продвинулась, она скаканула, ребята, практически наполовину, до второй звезды, это значит, что она будет медленно спадать, мне это, конечно же, не нравится, но что поделать, а что поделать, как говорится, да, так, давай, пожалуйста, стирать будем в корыте, слушайте, у нас, кстати, Джулия опять неплохо заработала, я хочу вот прям вычесть это кодом, я хочу вычесть это кодом, потому что, хотя у нас, хотя у нас воскресенье завтра, а нам, в принципе, а нам, в принципе, ничего пока что и не нужно, мне кажется, у нас все есть, поэтому, да, я думаю, что я все-таки вычту денежки, вот, сейчас я запишу себе, то, что мы вычли, это 1817, вот, прекрасно, так, money, 0, опа, 1817, и давайте посмотрим, сколько это у нас получится, по итогу, так, 15516, какой кошмар, боже мой, 15516, да, вроде же так, сейчас я перепроверюсь, сама себя, 15516, да, все, у нас осталось долго, 13699, за что, ладно, сама виновата, и никто кроме меня, поэтому, да, вот, сейчас я себе все это занесла, у меня тут на все подсчеты, так что, да, я думаю, ребят, что я, наверное, на этом моменте, и правда, буду заканчивать серию, потому что, мне кажется, что она уже получается очень длинная, вот, и, в принципе, она насыщенная на события, вот, у нас маршал стал четвертого уровня, что, конечно, маловато, но, пока есть, в общем-то, то, что мы имеем, и это хорошо, и за это спасибо, Джулия у нас на девятом уровне стала, да, вот, я успела нарушить еще одно правило, да, так что, мне кажется, что на этом нам уже стоит остановиться, и продолжим уже в следующей серии, а пока что, всем огромное спасибо за внимание, всем до новых встреч, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok